Мэр Кохтлоярова Евгений Соловьев, в отношении которого в понедельник окончательно вступил в силу приговор судов двух нижних ступеней, уйдет с должности мэра. Данная новость достаточно широко освещалась в СМИ. С первых минут публикации в воздухе повис вопрос, кто же теперь займет место градоначальника. Разного рода предположения не заставили себя долго ждать и начали появляться в средствах массовой информации. Так, в списке возможных претендентов появились следующие имена. Вице-мэры Виталий Бородин и Денис Вершинин, председатель городского собрания Рина Иванова и член городского собрания Виктория Цвинтарная. Мы обратились к чиновникам с вопросом, что они думают по этому поводу и рассматривают ли данную должность. Очень трудно комментировать, конечно, потому что никто не предлагал. Но если такое предложение поступит, я, конечно, буду рассматривать, но скорее нет, чем да, так как я очень хорошо знаю систему управления городом, как внутри, проработав много лет, так и, можно сказать, посторонним взглядом теперь. И знаю, что здесь очень нужно многое менять, изменять в лучшую сторону. И это за один год не сделаешь, а так как через год у нас выборы, и, может быть, придет другой новый мэр, у которого будут другие взгляды. И, наверное, год – это не тот срок, когда можно об этом говорить. Никаких разговоров на этот счет не было. Журналисты, понятно, что делают всевозможные домыслы, потому что у нас всего четыре вице-мэра. Соответственно, кто-то из них в теории может претендовать быть выдвинут на пост мэра. Сейчас что-либо комментировать, потому что никаких даже разговоров, никаких переговоров, тем более предложений, ничего не поступало. Речи об этом не идет. У нас было первоочередное решение – это назначить исполняющего обязанности мэра, что было и сделано в соответствии с законом. У нас сейчас возглавляет старейший член Леновалицу, это Людмила Алексеевна Янченко. Поэтому делать какие-то дополнительные предположения – это пока еще слишком рано. Наша задача – сохранить с тем, чтобы ни наши учреждения, ни наши жители, не настроенные уже под реализацию проекта, от этого не пострадали. Что касается персонально, здесь нет никаких, не знаю, ни моих предпочтений, ни еще что-то. Все будет делаться в интересах города. Интересное предположение. Я бы, конечно, не хотел на эту тему спекулировать. Если какие-то журналисты по этому поводу общаются, раздувают эту тему, то значит им виднее. У них информации больше. Но согласно действовать, в чем законодательство мэра отзывает и выбирает городское собрание, поэтому это прямая компетенция нашего городского собрания. И как депутаты решат, так и будет. Желания стать мэром у меня нет. Только лишь потому, что я считаю, что работа мэра требует определенных знаний, технических знаний. Говорить о том, что у меня их недостаточно на сегодняшний момент, это абсолютно, абсолютная, вот в моем понимании, абсолютная правда. Кто будет занимать пост мэра Кохт Лоярве, станет известно после того, как пройдет законная процедура ухода мэра и будет принято решение городским собранием. Субтитры создавал DimaTorzok